В Караганде власти собираются сносить затопленные талами водами дома. По их словам, бухэтажки были построены незаконно на русле реки Букпа. Весенние паводки лишь усугубили ситуацию и выявили дефекты. В одном из трех домов уже упала плита. На месте побывала наш корреспондент Вера Шеллер. Эту ночь жители трех элитных домов по улице Университетской провели у родственников. И в гостинице вода накануне затопила подвалы. В одном из домов уже обрушилась плита. Сегодня власти озвучили неутешительные прогнозы. Как выяснилось, дома построены на русле реки. Весенние паводки лишь обострили ситуацию. Без крова остались 36 семей. То от 2018 года эта земля была запрет. Здесь нельзя было строить. Почему-то в 2018 году кто-то разрешил построить эти дома. Которые невозможно здесь жить. Мы стоим на реке, прямо на этой реке стоим. Этот дом не сегодня, завтра рухнет. Эксперты будут решать. Если они скажут, что нет, это не пойдет, тогда мы будем уже принимать решение о выселении и о сносе этих всех домов. Или этого дома, или всех домов. Мы все равно принципиально этот вопрос будем решать. Даже если воды здесь не будет, здесь не должно быть этих домов. Кто дал разрешение на незаконное строительство элитных квартир на русле реки, теперь будет выяснять прокуратура. А пока коммунальные службы продолжают откачивать воду. Плачевнее ситуация у жителей частных секторов и первых этажей. Больше всего в городе пострадали дома в микрорайоне Юго-Восток. Три школы из-за прихода большой воды перевели на дистанционное обучение. А жители одной из улиц рабочего поселка и вовсе эту ночь провели в здании школы. Из-за подъема воды зафиксированы переливы проезжей части. На трассе к поселку Куэнды течением смыла часть дороги.